Как я вам вчера и обещала, сегодня мы отправляемся с вами в путешествие на остров Лошинь. Сегодня с нами будет Мария Сайпашева, директор представительства в России и странах СНГ и Балтии, цепочка отелей Лошинь Hotels and Villas. Мария, можете подключаться к нам. Добрый день. Передаю тогда вам слово, можно начинать. Спасибо большое, Полина. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. С первым днем лета вас по нашему календарю 1 июня. Как уже сказала Полина, зовут меня Сайпашева Мария, представляю отель Лошинь Hotels and Villas. У нас несколько объектов размещения, на которых мы сегодня остановимся. Вчера был прекрасный вебинар по информационной по стране от офиса по туризму. Господин Райка Ружечко все рассказывал, я тоже его прослушала. Думаю, что организационные вопросы по визам, по перелетам, возможности, которые на сегодняшний день их не так много, но наши гости их используют по максимуму, особенно те, кто не первый раз едет в Хорватию, ее очень любят. Вы прослушали, и как бы на этих вопросах мы останавливаться не будем. Что еще? Наверное, давайте для начала, прежде чем рассказывать вообще о нашем регионе, о отелях и так далее, я поставлю вам, и пока люди подключаются, еще присоединяются к нашему эфиру, кто опоздал, поставлю небольшое видео, чтобы вы погрузились и посмотрели, какой у нас красивый регион и какая у нас красивая природа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, остров Лошинь, это один из 11 по величине остров на Адриатике, а вы знаете, что островов в Хорватии много, это как бы изюминка, так скажем, хорватского побережья, много архипелагов островов, островов почти, сколько, по-моему, тысяча, около 1300-1280, что-то такое, из них всего 80 обитаемые, и вот наш остров Лошинь, он находится в Кварнерском заливе, всего 75 квадратных километров, вот как раз карта Хорватии, и если мы посмотрим внимательно на карту Хорватии, вот здесь находится наш остров, регион называется Кварнерский залив, это Кварнерский архипелаг островов, регион, как сказать, нашими рынками, так скажем, на наших рынках не так сильно раскручен, как хотелось бы, но почему? Просто потому что очень-очень близко в этом регионе сильно больших аэропортов нет, поэтому гости, ближайший аэропорт у нас Кула, аэропорт, соответственно, Загреб, столица Хорватии, да, также на таком же расстоянии, как Загреб, от нас аэропорт Любляны, не чуть подальше аэропорт Венеции, и еще есть один аэропорт на острове Кырк, на соседнем вот этом большом острове, остров Кырк соединен мостом с большой землей, соответственно, это, ну, практически побережье, да, не надо использовать водные виды транспорта, и на острове Кырк есть аэропорт, который называется Риека, не путайте с городом Риека, который на побережье, это портовый город, основной город этого региона, Кварнерского залива, аэропорт Риека находится на острове Кырк, но сразу могу вам сказать, что касается бывшего постсоветского пространства, сюда летают два рейса в неделю из Прибалтики, Air Baltic, у них это летняя регулярка, они уже очень много лет летают как раз два раза в неделю на остров Кырк, аэропорт Риека, что очень близко до нас. А что касается острова Лошань, вот он здесь, вот такой вот длинный, вытянутый, он примыкает почти вплотную к острову Црес, это самый большой остров в Хорватии по последним сводкам, по последним обмерам, остров Црес, но на нем как бы туризма минимум, всего два отеля, в основном это аграрный такой остров, здесь масса оливковых садов, бродят овечки в свободном, свободно гуляют по острову, потому что деться некуда, кушают травку и выращивают овощи, фрукты и так далее, и так далее. Наш же остров с 19 века, остров Лошань, Лошань называется, остров с 19 века считается островом Лечебницей. Ну на этом мы останемся попозже, давайте еще раз по аэропортам. Итак, аэропорт Пулы, куда до событий, как бы до февраля 22 года летом летала масса самолетов и регулярных и чартнерных рейсов, вот здесь он находится на мысу Испинского полуострова, отсюда мы возили трансферами иноземными, вот так он пролегает этот трансфер, и авиатрансферами. Из Загреба также возможны и наземные трансферы, и авиатрансферы, дело в том, что просто больше времени занимает, естественно, ближе всего с острова Кырка трансфер проходит. Это все возможно сделать, это близлежащий аэропорт. Вообще Лошань, Hotels & Villas, это один из сегментов большого холдинга, который называется Ядранка, Ядранка Групп, и у нас не только объекты размещения, у нас еще практически вся инфраструктура, и все элементы обслуживания и пакета, которые формируются для гостей, это все наше собственное, и мы можем сделать все, начиная от просто сбронировать отель для гостей, до полный пакет, откуда могут входить трансфер, могут входить какие-то спортивные тренировки, экскурсионка у нас тоже своя, поэтому мы довольно мало работаем в DMC, да, это называют, DMC это офисы как бы хорватские, которые представляют, особенно на наших рынках, на русскоговорящих, и в основном работаем напрямую с компаниями, вот с такой компанией как Пак Группа, это наши давнишние любимые партнеры, кстати, хотела сразу поблагодарить за возможность рассказать вам о нашем регионе и о нашем чудесном острове. Соответственно, вот если мы посмотрим, тут есть карта как раз аэропортов, вы видите, есть аэропорт Пула, аэропорт Загреб, аэропорт Риека на острове Крым тоже здесь помечен, и помечен аэропорт на острове Лошадь, да, у нас свой аэропорт и у нас своя бизнес-авиация, это малые самолеты и побольше самолеты, бизнес-авиация, потому что полоса короткая на острове, ну такой как бы местный аэропорт, да, соответственно, у нас самолеты на три гостя плюс пилот, и на шесть гостей плюс пилот бизнес-авиация. Если у вас в параллель возникнут сразу вопросы, вы пишите в чат, я сразу буду отвечать, чтобы не забыли вы, что хотели спросить, если по теме сразу будет возникать вопрос. Поэтому мы забираем из любого города Европы, таких города, как я уже сказала, Венеция, Любляна, пожалуйста, из Дубровника, из Тивата, из Подгорицы, Белграда, можем забрать из Ниццы, Монте-Карло, Франкфурт, то есть, естественно, это просто вопрос цены, то есть чем дальше, тем дороже будет цена самолета, и это мы не формируем рейсы, а это как индивидуальный трансфер, то есть разных гостей мы туда не сажаем, то есть если ваша там семья, гости, два человека забронировали самолетик, соответственно, за ними прилетит трехместный, если четыре человека, за ними пролетит шестиместный самолет, и, соответственно, они прилетят прямо на остров Лошань и доедут до отеля, их довезут до отеля, у нас также транспортная компания, у нас свои микроавтобусы, свои машины, как я уже сказала, полное обслуживание клиентов. Инфраструктура у нас большая, что еще? По времени, если, ну давайте возьмем самый ближайший Пула, да, хотя сейчас это не актуально, или давайте Загреб возьмем, это более актуально, тем более сейчас у нас по возможности, да, это перелет Москва-Белград, Белград-Загреб, по-моему, два раза в день летают самолеты, Белград-Загреб, можно себе сделать очень хорошую стыковку, я недавно летала, и у меня перелет со стыковкой занял ровно пять часов, это сейчас, можно сказать, чемпионский такой путь, да, быстрый. В Белграде стыковка полтора часа, все успеваешь, аэропорт, это не такой, как в Стамбуле, аэропорт довольно маленький, дойти везде близко, наши сербы, с которыми общаться комфортно, если мы говорим о наших туристах, да, и прилетают или утром в Загреб, или вечером, в зависимости от рейса, я говорю, два раза в день есть рейс и возможность долететь до Загреба. Соответственно, из Загреба, если мы забираем трансфером наземным, машиной, едем, 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 доезжаем до моста, переезжаем на остров Кырк, в самом узком месте 20 минут паром. Паром у нас ходит огромный, на 200 машин, соответственно, машина заезжает на паром, гости выходят, идут в кафе, любуются море, фотографируются, и 20 минут плывут, потом машина съезжает с парома, и еще час до острова. Всего трансфер из Загреба наземный занимает 3,5, около 4 часов, в зависимости от того, во сколько будет паром. Мы на паром заезжаем без очереди, так как это туристы, это наши гости, но все равно паромы ходят по расписанию, в сезон это где-то каждые полчаса, в любом случае плюс-минус на какие-то, может быть, технические остановки, да, девочки на правом, мальчики налево, время надо закладывать, в гости живые люди, поэтому 3,5-4 часа, если по земле. Если мы забираем гостей из Загреба самолетом, путь до нашего острова занимает 35 минут. 35 минут, самолет прилетел, там гостей сразу пересаживают, перегружают в комби, в машину, и они уже в отеле. Это, конечно, гораздо быстрее, но это и стоит подороже. Итак, вот наш чудесный остров, 75 квадратных километров, как я уже сказала, остров весь покрыт сосновым лесом, это огромный сосновый бор, остров Лошань, на острове два города, Малый Лошань и Велий Лошань, 8 тысяч населения, самый густонаселенный остров Хорватии. И вы видите, как изрезано побережье, и вы понимаете, что это все пляжи. Это пляжи, в Хорватии песок, советую вам, гостям, не обещать. У наших гостей понимание песок, это значит такая мука. В Хорватии, даже если он где-то есть, например, в башке огромный 4-километровый пляж на острове Кырк, он крупнозернистый, вот эти песчинки, как спичечные головки, и в камешки попадаются. То есть у наших это понимание, что это все равно галька, мелкая-мелкая, но галька. У нас на острове, соответственно, галечные пляжи, во всех заливах пологие галечные пляжи, каменистые пляжи, есть пляжи-платформы, есть пляжи-платформы природные, это такие террасы, знаете, побережье, да, уходящее море, очень красиво, по которому можно гулять, и вот такие типы пляжи у нас на острове, но их очень много, и вы понимаете, что количество народу на квадратный метр на острове, на пляжах, оно в разы, в сотни раз меньше, чем на основном побережье. Также, должна вам сказать, сильно отличается климат, у нас, как правило, гораздо больше солнечных часов, чем на побережье, почему? Потому что это остров, это море, часто бывает, что там в той же пуле идет дождь, а у нас свет солнца, такой тоже бывает, вот. И плюс температура, температура всегда теплее, море, я всегда вот говорю на вебинарах, море, среда инертная, если кто, с кем-то мы уже встречались на вебинарах, простите за повторение, но это факт, море, среда инертная, медленно нагревается, медленно остывает, остров наш, вот такой, вы видите, он сильно вытянутый, соответственно, здесь свой микроклимат. Издревле здесь жили моряки, которые из всех своих путешествий, была традиция, привозили разные семечки, косточки или росточки из других стран, это была традиция, и все это сажали на острове, все это прекрасно приживалось. Сейчас у нас порядка 1300 растений, цветов и так далее на острове, из которых, по-моему, 280, около 300, это лечебные растения. Почему я назвала наш остров и сказала вам, что это остров-лечебница? С конца 19 века сюда приезжала австрийская аристократия, вот в этих заливах как раз были пешеходные зоны, и сейчас это туристические зоны, где как раз находятся наши объекты туристические, приезжали восстанавливаться после туберкулеза, тогда была такая болезнь, почти неизлечимая, но в XIX веке врачи сделали выводы, что микроклимат острова, влажность воздуха, химический состав воздуха оптимальны для реабилитации легких. Соответственно, австрийцы приезжали, Австро-Венгрия тогда, Хорватия заходила в Австро-Венгрию, приезжали, дышали, гуляли, проводили месяцы здесь, и восстанавливались и после туберкулеза, и приходили в себя, и прекрасно себя ощущали. В период Югославии у нас на острове было две клиники, для взрослых, для детей при реабилитации легких, ну а сейчас врачи работают на базе наших отелей, поэтому сейчас очень актуально после ковидная терапия, имейте это в виду, где-то себе так оставьте, можно как бы сделать комплекс и отправить гостей на реабилитацию после ковида, после этой боли. Вот такой вот остров, естественно, богатство, это вот этот вот зеленый пояс, как я уже сказала, отели расположены в двух заливах и наши виллы, один залив, и залив Чикак, 8 минут до города, у нас 200 километров пешеходных, велосипедных дорожек, на острове, все это в сосновом лесу, и второй залив Солнечного Увола, вот тут его немножко видно, Солнечный залив, здесь расположены наши четверки. Я должна сразу отметить, что сегодня мы в связи с логистикой, в связи с ситуацией, в связи с дорогими, скажем так, билетами, да, но вы уже знаете, кто отправлял гостей на перелеты, будем говорить о пятерках и о виллах, значит, о высшей категории наших объектов размещения, о четверочках, если нужно, мы поговорим в другой раз. Итак, самый густонаселенный остров Хорватии, как раз перед вами город Малый Лошень, вот такая большая набережная, здесь и пристань огромная, паромная, и яхт Марина вот здесь в конце, много-много построек, можно гулять целый вечер, рестораны, бары, галереи, у нас есть свой музей, вот здесь он находится, вот здесь наш музей, очень интересный музей, музей, который один экспонат, пять залов, это единственный в мире музей, который посвящен одному экспонату, не буду дальше раскрывать, сами, когда приедете или гостям, обязательно посоветуйте, пускай придут. Это город Виле Лошень, более старинный, он первый образовался на острове, но, видите, Марина стала мала, красивые домики здесь разноцветные, как в Бурана в Италии, да, итальянский такой стиль, видите, башня турецкая, здесь у нас церковь центральная, кстати, очень много экспонатов, которые моряки привезли тоже в церковь из других стран, как бы, как подарки, подношения, чтобы им хорошо плавалось в следующий раз, чтобы, семь футов подкилем, что называется, тоже интересно посетить, там и картины есть интересные, и изделия из золота, серебра тоже можно сходить, это вот он такой небольшой Виле Лошень. Итак, я уже сказала, что у нас свои самолеты, вот это как раз перед вами бизнес-авиация, самолет King Air, шестиместный самолет, шесть гостей, плюс пилот, и вот так выглядит салон, кожаные сиденья, а это малый самолет, это Paper или Cessna, это трехместный самолет, три гостя, плюс пилот, здесь о чем надо только знать и предупреждать гостей, что если борт заполнен полностью, то есть вот в трехместном три человека или в шестиместном полностью шесть человек, вес багажа на каждого гостя 15 килограмм максимум, если одно-два места свободны, естественно, можно брать больше, это вот есть такие условия. Это наш автомобильный парк, VIP, что называется, автомобили, вот так выглядит, когда откроешь, салоны, сиденья еще поворачиваются, белая кожа тоже, это Mercedes класса V, это VIP-трансферы, есть у нас еще и стандартные трансферы, комод. Итак, про паром я сказала, много машин помещается, загружаются они, и вот тут, а на втором этаже, вот здесь вот, распродается как раз кафе, ресторан, бар, можно и мороженку съесть, и кофейку попить. гостям очень нравится перерыв в пути, вот такой вот, пофотографироваться на фоне моря, многие занимаются. Как я уже сказала, зеленый пояс, это богатство нашего острова, прекрасно, вы не представляете, какой воздух там, он напоен просто ароматами растений, сосен, и плюс еще аромат моря, то есть гости даже, не беря никакие комплексы медицинские, ни терапевта, ни никого, просто приезжая к нам, уже начинается оздоровление, и тот, у кого там какие-то кожные заболевания, аллергии какие-то, ароматические, не сильные заболевания, сразу ощущают легкость, эффекта, если ты побыл у нас две недели, хватает на полгода. Очень много внимания, ну, во всей Хорватии, а у нас тем более, остров здравницы, лечебницы, и для восстановления организма прекрасно это место, очень много внимания уделяется спорту, спорту, рекреации, различным комплексам, во всех отелях у нас, обязательно есть ежедневные тренировки по нескольку, к которым могут гости бесплатно присоединиться, могут взять тренера, но это уже заплантную плату, это все у нас есть. Ну, вот как раз здесь дыхательные упражнения с детишками показаны. С детишками с пяти лет занимаются, если есть проблемы у детей, и детей лучше, если приезжают, привозить на минимум на три недели. Не минимум, а лучше на три недели, если больше, это еще лучше, но три недели, это тогда эффект сильный и закрепляется. Ну, куча у нас залов, бассейны, бассейны у нас скрытые, открытые во всех отелях, только с морской водой. У нас на острове нет бассейнов с пресной водой, и это отлично. Также в нашу компанию входят три больших теннисных клуба. Вот тут как раз фотография есть. У всех отелей рядом есть обязательно теннисные корты. Где-то пять, где-то десять, где-то двенадцать. Есть теннисные корты зимние, крытые, что тоже немаловажно, если дождь, если не в сезон, гости приедут. И с позапрошлого года у нас на острове открылась академия для детишек с пяти лет и для взрослых имени Любичича. Это был такой очень известный теннисист, который взял несколько, по-моему, и в Австралии, и где еще? Не буду застрять, я не такой спортивный болельщик, но Open, вот эти вот соревнования теннисные, он несколько лет брал и был первый. Любичич фамилия. И вот как раз у нас работает круглогодично, круглый год теннисная академия имени Любичича. Тренеры тренируют детей из спецы. Тилет и взрослых. Также у нас на острове есть яхт-марина. В нашей компании 26 яхт, 16 из которых стоят на острове и 10 на побережье напротив острова. Поэтому ваши гости, если вдруг кто-то захочет, например, неделю поездить на яхте, потом неделю в отеле или другая комбинация, пожалуйста, яхта у нас есть. Но тут надо единственное, что различать. Яхта чартерная. Чартерная яхта что это? Это яхта, которая идет на 7 дней. Лехтовики все это знают. Во всех маринах смена гостей идет суббота, суббота. Это яхты, каюты, 2, 2, 2, 3, 5, 5, разные виды яхт существуют. Это чартерные яхты. В основном, вот сейчас, на данный момент, на июль, на август их уже нет, все выкуплено. Вот. Но у нас еще есть яхты и лодки. Ну, здесь просто лодочка сфотографированная такая, экскурсионная. У нас есть экскурсионные и яхты, и лодки, и глиссеры. Поэтому экскурсии у нас свои, это все можно забронировать и гостей заберем из отеля и провезем по островам на соседний остров. Там уже программу сделаем, какую они хотят. Или просто в рыбный ресторан тоже на островах. Это все как бы пожалуйста. Поэтому, когда у вас гости просят яхту на 1-2 дня, это, скорее всего, прогулочная яхта. Это не чартерная яхта такая вот со шкипером, со всеми пирогами. Про музей я вам сказала, что у нас есть музей интересный. Ну и также, естественно, так как в свое время эти острова относились к Римской империи, к венецианцам, менялось очень много как бы владельцев. Потом островенгерская, очень много построек, исторических зданий и экскурсию обязательно, конечно, лучше взять и посмотреть в первые дни, где вы находитесь, послушать об истории, о культуре этих мест. Даю вам честное слово, это очень-очень интересно. Останавливаться не буду, потому что времени не так много. Итак, вот как раз здесь мы подошли. Это фотография нашего залива. Мы его называем Пятизвездочный залив. Видите, какой он большой. Залив называется Чикот, не обязательно запоминать, но это мы называем Пятизвездочным заливом. Как я уже сказала, до города 8-10 минут пешочком по сосновому лесу, все рядышком, то есть не вот изоляция какая-то в отеле, все рядом, можно выйти в город, вечер в городе провести, погулять, днем сходить в музей, если кого-то интересует, покататься на велосипедах, на скутерах, это все у нас есть. Вот видите, вот здесь такое местечко, это большое футбольное поле, у нас их несколько, если есть группа тренироваться или просто гости хотят в футбол поиграть, пожалуйста, это все тоже. И здесь же рядом, к сожалению, не видно из-за леса, находится один из наших теннисных центров, 5 кортов, сюда как раз ходят от отеля, буквально 5 минут пешочком от отеля, сюда как раз ходят заниматься наши теннисисты, кто живет в Пятизвездочных отелях. Значит, почему Пятизвездочный залив? Здесь расположены как раз наши пятерки, Пятизвездочные отели, лакшери. Вот так он выглядит с птичьего полета, залив Чик от Пятизвездочных, полуостров, следующий залив называется Солнечная Увола, Солнечная Увола, здесь вот видно наших 2-4-звездочных больших отеля. И если посмотрите, вот он при ближайшем рассмотрении, этот залив, вот красные крыши, красные крыши, что это? Это все бывшие дачи австро-венгров, аристократов. Они строили их, естественно, на берегу. Это постройки конца 19-го, начала 20-го века. Сейчас реконструируются, и мы о них будем говорить. Это наши лакшери-виллы. И здесь же находятся два наших отеля. Один отель, это Бильвилл, Пятизвездочный отель, построен в 60-е годы, реконструирован 8 лет назад. И бутик отеля «Алхамбра», в который входят две исторические виллы и новое здание. Новое здание. Бутик отеля «Алхамбра» является членом цепочки «Смол лакшери отель» мировой. И «Виртуоза». Всего 50 номеров и сьютов. О нем мы тоже сейчас поговорим. Итак, бутик отеля «Алхамбра», «Виртуоза», вы видите, и «Смол лакшери отель». Видите, как красиво в заливе, как он расположен. Две виллы, оранжевая, желтенькая, и новое здание. Все соединены между собой. Можно, не выходя на улицу, попасть в одну, в другую, в третью, естественно, спа-центр, чтобы не гулять в халатах около отеля по территории. И вот такой вот большущий пляж. Здесь у нас покрытие дерева бук. Очень приятно, когда лежишь в жара и вот пахнет деревом. Неглубокое море, есть пологий спуск в воду. Вот здесь видно, вот как раз пологий спуск в воду. Спускаешься взрослому по колено неглубоко. Значит, как я сказала уже в отеле 50 номеров и сьютом. Вот это вот терракотовое здание оранжевое, здесь 20, по-моему, 2, 2 единицы номера. В желтенькой вилле, это вилла августа, в ней 7 сьютов и 21, это вот в большом новом здании. Все три здания с, очень разница дизайн, все разного дизайна. Что еще про пляж, пока мы не ушли с этой фотографии, на пляже полное обслуживание. Пляжи у нас все частные и в виллах, и в отелях только для гостей, никаких гостей со стороны сюда приходить не может. Естественно, лежаки, зонтики, полотенца обслуживают здесь, разносят коктейли, если кто-то хочет заказать. И также на пляже вот в этих, видите, овальные такие, как дверцы, здесь открывается такой ресторан-бестро, то есть ты можешь никуда не ходить, прямо на пляже пообедать, когда захотелось. Да, и здесь в этом же отеле, если посмотрите, находится между вот этими двумя зданиями, вот здесь его видно, вместе с террасой наш ресторан. Это ресторан в высокой кухне, имеет одну звезду Мишлен, повар две звезды Мишлен, ему присвоили в прошлом году звезду Мишлен, называется Альфред Келлер, ресторан Альфред Келлер. Также я должна вам сказать, что у нас в компании 12 ресторанов, 12 ресторанов отдельно от отелей. Это тоже как бы можно, если есть какие-то группы, например, когда приезжают к нам различные тематические группы, еще какие-то, мы можем всю неделю каждый вечер их кормить в разных ресторанах, есть рыбный гриль, мясной гриль, итальянский, есть единственный на островах японский ресторан, у нас тоже про него расскажу. Итак, бутик отеля Алхамбра, вот такая рецепция для гостей справа, да, очень красивый дизайн, такой смешанный, натуральные только материалы используют для реконструкции, но, естественно, в исторических зданиях постарались сохранить максимум деталей исторических. Это вот как раз в оранжевом терракотовом здании библиотека, вот так ее постарались сохранить, это в оранжевом здании, я говорила, что во всех зданиях разный дизайн. Вот это как раз дизайн сьютов в здании оранжевом, это как раз вилла авуста это здание называется, И такое же имя, как и целиком у отеля. Вы видите, ну вот здесь в Сьюте даже ванны. Потрясающий совершенно вид на море. Сохранили, видите, решетку вот эти чугунные все завтра в Строленгерской империи. Ну и тут нужно отметить, это тоже дизайн в оранжевом здании, тут нужно отметить, что исторические здания, стены двигать нельзя. Поэтому все Сьюты, все номера очень-очень-очень разные. Вписывали, практически над каждым номером работал дизайнер. Это нестандартные коробки, вы понимаете, да? И у нас, например, гости очень часто бывают, что приезжают, им понравилось, и они потом хотят только именно в этот... Они запоминают, все, молодцы. И хотят только именно в этот Сьюты тогда, когда им хочется. Такое есть. Тут я должна вам отметить, это общая тенденция Хорватии, но я могу похвастаться, что у нас 90, по-моему, по последним подсчетам 97% возвратного клиента. Но этим славится вся Хорватия. Очень большой процент возвратного клиента, возвратных гостей. Если понравилось, они возвращаются, возвращаются. Они могут год в другой регион поехать. Но если Хорватия зашла, а поверьте, мне очень многим она заходит, то гости обязательно сюда возвращаются. Ну, это вот дизайн-делюкс номера в здании. Такие ванные комнаты огромные. У нас био-роскошная совершенно косметика в Алхамбре. Здесь и душ, здесь и ванная. Все как полагается. Желтенькое здание, вилла Агуста. Семь Сьютов, как я уже сказала, тоже очень разные. Посмотрите. Вот сейчас я включу штучку. Балкон. Здесь балкон вот такой вот, да, как утопленный. Здесь один балкон целиком. Здесь маленький балкончик. Поэтому каждый-каждый номер и сьют очень-очень-очень разные. Вот такой вот стиль. Немножко Либерти, я его называю. Синие, белые, черные, очень высокие потолки и паркет. Это вилла Агуста. Кстати, в другом здании вы видели, там везде паласы. Ну, вот здесь в спальне тоже паласы. Сразу вам хочу сказать, чтобы не пугались гости, все паласы антиаллергенные, все материалы антиаллергенные, максимум натуральных материалов, камни, мрамор, по максимуму, то есть использовали натуральные материалы, опять повторюсь, извините. И антиаллергенные испробованы уже и на менеджерах, и на гостях, на сильных аллергиях. Это все уже проверено. Вот такие ванны. Это в желтеньком здании. Что нужно тут сказать? Вилла Агуста, она как бы немножко особняком. Почему? Потому что не в сезон, не в высокий сезон, ее можно взять целиком. У нас, например, очень любят здесь устраивать свадьбы. Это как раз вот коридор с лифтом. Свадьбу любят устраивать. Вот такой садик у этой желтой виллы. Его можно как бы отдельно закрыть только для гостей этой виллы. И в этой же вилле есть в цокольном этаже отдельный ресторан. Если виллу берут целиком, то гости отдельно, им отдельно накрывают, отдельно готовят повар именно в этом ресторане. То есть они вроде бы как в отеле, и в то же время у них отдельное здание. Они своей как бы... Никто не нарушает их отдыха и тусовки. А свадьба, потому что красивое место. Там у нас было всякое. У нас было венчание на террасе. У нас и невесты приплывали на яхте, и салюты были, и венчались в самолете. У нас разные варианты, все возможные. И гости очень любят, потому что креативненько, креативненько. Вот. И вот такой дизайн в новом здании. Вот это новое здание сзади, как крыло. Вы видите, тут совсем другой метраж. Огромные комнаты, спальни, гостиная. Вот, да, характерная черта. Вот такие мозаичные колонны, очень красивые. В ванной здесь жакузи большущие. Кстати, в бутиках отеля Алхамбра во всех номерах включены мини-бары, но не алкогольные, безалкогольные мини-бары. Террасы. И вот как раз наш ресторан Альфред Кейлер. Ресторан высокой кухни Мишленовский. Здесь большущие террасы и слева, и на море. Вот здесь зонтики видите. Гости как раз здесь завтракают, он же пансионный для гостей. Обратите внимание, что в наших пятерках с прошлого года возможен только завтрак. То есть, как бывает, доплата за полупансионы, можно заказать полупансионы, невозможно. Значит, завтрак включен, ужин а-ля карт. Почему? Потому что очень большое количество ресторанов. Не говоря об ресторане Альфред Кейлер высокой кухне. Например, если ты живешь в Алхамбре, налево пойдешь в пяти минутах еще два ресторана. Направо пойдешь три, четыре, пять ресторанов, считая как бы ресторан Бельвью отеля. Сейчас я о нем расскажу. Все рядом, то есть даже не надо и до города восемь минут. Но туда, в принципе, не надо идти, потому что здесь в заливе все есть, и можно любую кухню попробовать. Ну, вот такая терраса красивая, вы видите. Мы работаем в основном с поставщиками продуктов местными, натуральные продукты, очень хорошая вода в Хорватии. Поэтому, в общем, для нас приоритет местные производители. Ну, вот такие блюда, я надеюсь, вы все уже пообедали. А это как раз фотография, такая небольшая со свадьбы, да, на террасе как раз все накрывали, закат, вот делали свадьбу. Очень симпатичный такой камерный спа-центр. Вы понимаете, всего 50 номеров и сьютов, это очень небольшое количество гостей. Бассейн с морской водой, с гидромассажем подогреваемый. Вот там вдали, если видите, фитнес-зал. Здесь сразу выходишь на море из скрытого бассейна, все рядышком. Вот такие вот комнаты, кабинеты для массажа, для процедур, очень симпатично, красиво, ну, вот как наши делают. У нас очень хорошая команда терапевтов, которая работает и в спа-белье, и в спа-алхамбре. Шикарная совершенно косметика, сейчас пришли на европейский маркет с биокосметикой, с натуральной косметикой отдельно. Это отдельный разговор, тоже не буду, если я сейчас перейду на косметику, мы еще час только о косметике проговорим. Как раз видно зал, очень хорошее железо, хамамы, сауны, все здесь есть. Ну, вот как раз фотография косметики. И пляж, и пляж, вот он такой красивый у нас, с приятным очень видом. Вот это с птичьего полета так выглядит. Пляж Алхамбре. Вот, вот она вечером. Большая набережная у нас, вся набережная облицована белым хорватским известняком, очень дорогой камень. В прежние века облицовывали дома. Вы знаете, что итальянцы богатые облицовывали дома мрамором, да, особенно вот входы, как сказать, дверь, как это называется-то, господи, проем двери, да, не могу вспомнить. Облицовывали мрамором. В Венеции, если посмотрите, все практически виллы, все дома, вход, обязательно вот эти вот красивые облицовка мрамором. В Хорватии облицовка дома идет хорватским известняком, добиваются на острове Брача, да, дорогой камень, натуральный, все натуральный. Отель Белью, пятизвездочный наш отель, построен, как я уже сказала, в 60-е годы, вот он таким квадратом. Вот здесь надо иметь в виду, так как построен он квадратом, соответственно, одна сторона квадрата, фронт моря, да, боковушки, боковой вид на море и вид на парк с той стороны идет. Также есть комнаты Атриум, так он квадратом, внутри квадрата есть садик, там мандарины, апельсины растут, открытый сад, и есть комнаты, которых выходит, так и называется, Дабл Атриум. И тут надо, единственный нюанс, эти комнаты без террас, этой комнаты с французскими балконами, такие комнаты тоже есть. Вот, естественно, в сезон забито все, но они в сезон лучше, конечно, брать с террасы на парк или на море. Вот тут вся эта набережная, вот отсюда начинаю, облицована вот этим хорватским известняком, и у нас подсветка идет очень красивая, дизайнерская. Тут есть большой, большой причал, сюда приставят большие яхты, огромные катамараны, возможно, и так далее. И рядом с отелем Белье наша вилла Гортензия, а в заливах пологий галечный пляж. Вот на этот пляж даже привозят песок, он уже такой, сюда приходят и другие гости, не только гости отелей, потому что гости отелей это пляж перед отелем и перед виллами, а это пляж общий, привозят песочек, здесь детки купаются, ну, удобно, вот, в сезон здесь песочек есть. Итак, отель Белью, вы видите, какой большой щепляж, только для гостей отеля с поводом обслуживания, лежаки, зонтики, пожалуйста. И вот здесь вот видно, есть пологий вход в море, так же, как и у Алхамбры, пол колена, как я уже сказала, глубина, с детишками тоже удобно. Весь отель в сосновой роще, как и Алхамбры, это характерная черта, и вы знаете, что в Хорватии отели не огорожены, никаких заборов, ничего, вот в сосновом лесу, в сосновом бару отель. Отель реконструировался и как бы в основном направленность была на спа и медицину, поэтому, например, спа-центр открыли на год позже, чем отель. Вот такой рецепция. Очень большое внимание уделяли натуральным тоже, натуральным и камень, и строительным материалам натуральным, поэтому очень много воздуха. Вы видите, стеклянный весь этаж, стекло, и вот сюда на рецепцию заходишь, проходишь дальше, здесь как раз коридор по дворику, где внутренний дворик, где апельсиновые деревья, и сразу видно море. Такое вот можно с рецепции сразу видеть море, прозрачный буквально, воздушный такой, с панорамой отель получается. Два бассейна как бы, да, ну он один, но двойной вот такой вот с водопадом, морская вода, здесь у бассейна ресторан у бассейна, вот здесь у пляжа ресторан на пляже, нет проблем поесть, есть еще пансионный ресторан, проблем нет. Посередине спускается вот эта, как я сказала, лестница белая, как раз из вот этого коридора выходишь в белую, белая лестница к морю, и с правой стороны у нас спасад. Что такое спасад? Это отдельное такое пространство, да, тоже пол весь это деревянный, сверху сосны и отдельный джакузи. Здесь отдыхаешь потрясающе, вот я люблю здесь лежать не на пляже больше, а здесь под соснами, если хочешь, можешь залезть в джакузи, на кнопочку нажать индивидуально побулькаться, потом снова перемещаешься на лежачок. Очень приятно, пахнет соснами, цветами потрясающе. Вот такие номера, вы видите, все цвета натуральные. Паласы, как я уже сказала, антиллергены, все цвета натуральные, бежевые, коричневые, белые и так далее, чтобы ничего не отвлекало от отдыха и максимально натуральные материалы. Вот такие террасы. Вид фантастический, как раз поэтому назвали отель Bellevue, красивый вид по-французски. Ванные комнаты, стены мрамор и оникс, очень красивые. Это сьюты. Сьюты у нас есть, одна спальная гостиная, две спальные гостиные и президентский сьют, 80 квадратных метров, три спальные гостиные. Во всех сьютах, на террасах у нас расположены джакузи, один или два, вот так это выглядит. То есть ты можешь тоже лежать на террасе, просто булькаться и любоваться видом с бокальчиком шампанского, не вопрос. А что еще хотела сказать, в чем огромный плюс наших сьютов? В том, что у каждой спальни, естественно, своя ванная комната, гостиная, чаще всего в гостиной еще есть дополнительный как бы санузел для гостей, но в каждую спальню можно зайти отдельно, то есть из коридора ты не должен проходить там через гостиную, кого-то там тревожить и так далее. В каждую спальню есть отдельный выход в коридор, то есть можешь спокойно никого не потревожить возвращаться. Иногда гости поздно возвращаются, одни уже спят, вторые только пришли, и чтобы все было комфортно. Про джакузи я сказала. Спа-центр, как я уже говорила, отель ориентирован на медицину и спа. У нас масса хорошая, очень аппаратная косметология, различные бьюти процедуры проводятся, очень хорошая команда терапевтов, как я уже сказала, массажистов, косметологов и хорошего уровня косметика. Но я могу только вам сказать, что до прошлого года мы работали на Вальмонте, наши спа-центры работали на косметике Вальмонте швейцарской. Сейчас поменяли, говорю, на вот эту натуральную косметику, но это можете на сайте посмотреть, какие конкретно марки. Все стены в спа-центре сделаны из зоникса, он от коричневого до светло-молочного цвета, это лечебный камень считается. Ну и видите, в 2021 году завоевали награды наши спа европейские. Ну вот, например, зал, где поставлены вот эти кровати все, они из цельных кусков мрамора с подогревом. Ну и вот терапевт еще и звук прибавил к релаксации. Ну и стены из зоникса я вам уже сказала. Ну это наша вот, например, криоса на медицинской части спа-центра. Очень большое внимание уделяется тому, чтобы гости максимально находились на свежем воздухе. И так у нас пользуются очень большим спросом массажа на открытом воздухе, есть специальные места в спа для этого. Вот сауна с видом на сад, такой тоже у нас есть, комната отдыха, крытый бассейн подогреваемый, большущий, с морской водой. И как раз здесь вот гости могут выйти на открытый бассейн, если хотят и там, и там покупаться. Большущий фейс-физнесс-центр с хорошим железом, с кардио-железом, с кардио-тренажерами. Обязательно дежурит тренер целый день, ему может помочь, посоветовать что-то, это очень хорошо. И он, естественно, как бы поможет, посоветует, но если гости хотят индивидуальные какие-то программы, то это за дополнительную плату. Ну, естественно, программ у нас много, детоксикация, похудание, программы красоты, это все есть, это уже как бы индивидуально и отдельно. Вот такие залы, да, специальные. И пару слов о конференц-зале. Большущий конференц-зал в белью, очень любят гости, у нас проходит масса конференций. Чем отличается? Тем, что вот здесь вот стена практически стеклянная. Это один из немногих залов, в которых можно без искусственного света работать. Вот видите, плазмы тут прикреплены. Зал на 330 мест, можно делить на три зала с разной компоновкой. Вот, и очень хорошая техника. Техника принимая вплоть до группы слабослышащих в нашем конференц-зале, поэтому, пожалуйста, если у вас будут вопросы. Пансионный ресторан называется Бава, у нас шикарные совершенно повара. Обычно, когда бывают какие-то организованные группы, всегда поварам дарят какие-то подарки. Огромное спасибо, безумно вкусно, красиво делают блюда. Ну, и, соответственно, вот завтраки, как я уже говорила, у нас обязательно свежевыжатые соки. Масса всего, не буду перечислять, это опять меня сейчас занесет, а мы будем говорить только о еде. И не забываем, что у нас в Алхамбре и в Белью винная карта порядка 500-600 наименований вин, шампанских, мировых и, естественно, домашних хорватских. Обязательно, куда обязательно. Ну, это вот как раз бар у бассейна, такие красивые лужайки, лужайки английский газон. Очень долго у нас были припирания, в прошлые годы до ковида у меня ездили группы йогов, и организованные большие, и им все время хотелось найти лужайки. Наши их все время гоняли, говорили, что вот вам специальная площадка, ставьте свой код. Но йогам все время хотелось под сосны на лужайку. А вы знаете, что такое в Хорватии поддерживать английскую лужайку в сезон? Там поливают чуть ли не 3-4 раза в день, там над каждой травинкой трясутся. Сейчас у нас построен специальный большой фитнес-центр двухэтажный с бассейнами и со специальными деревянными площадками для йогов. Если у кого-то этот вопрос будет актуален, то же всю информацию можете запросить по группе, всю информацию дам. Ресторан. Как я уже говорила, Бельвью у нас единственный ресторан японской кухни на островах. Ресторан называется Мацуноки. В 21-м году получил блюдо Мишлен. Есть звезда Мишлен, а есть такая награда, как блюдо Мишлен. Мишлен. Шикарный совершенно повар. Кстати, повар у нас в японском ресторане будет смеяться турок. Шикарно готовят суши, сашими и все же с ними, но турок. Вот сейчас именно так. Есть специальные японские и водка, и саке, и все вот это тоже есть. Ресторан работает а-ля карф. Сезон мест не найдешь. Скажите гостям, если захотят поужин в ресторане, прям при заезде пускай бронируют столик, потому что это просто... В этот ресторан он а-ля карта сюда ходит, и наши гости из отелей, и гости из города. Он сильно раскручен, его обожают. А что надо для хорошей японской кухни? Для хорошей японской кухни нужны свежие, шикарные морепродукты. А они как раз в Хорватии, поверьте, в ней есть. Вот такая фотография. Надеюсь, говорю, что уже покушали. И вот так выглядит внутри наш ресторан на Цуноке. Но у него еще есть и перед рестораном огромная терраса, то есть открытая. Это как раз наша набережная, как я уже говорила, облицована хорватским известняком, брачским камнем. У нас нет освещения сверху, у нас освещение идет все снизу, как будто палочки разбросаны, светящиеся. Вот такая дизайнерская набережная, вся в сосновом лесу, в красивых цветах. Вот. Здесь фотография очень интересная. Это у нас тоже с позапрошлого года открыли. Это вип-пляж, так называемый. Вы видите, вдали красные зонтики. Это пляж Бельвью, для гостей Бельвью. Но есть еще вип-пляж. Вот здесь шатры стоят, здесь лежачки. Чем отличается? Тем, что на вип-пляж вход за дополнительную плату. Почему? Потому что можно купить три варианта билетов. Это напитки включены на целый день. Или напитки с закусками включены на целый день. Или напитки со всем питанием включены на целый день, с полным пансионом. Это все можно с дополнительной платы. И у нас есть гости, которые бронируют тур, сразу бронируют на все пребывание, на каждый день вот этот пляж. Особенно у кого дети, и кому неохота куда-то идти. Или дети там сбегаем, там что-то возьмем. Здесь все вместе отдыхают, играют, купаются. И их полностью обслуживают, приносят все прям на лежачки. Ну, как я говорила, хорваты фанаты спорта. И тем более у нас оздоровление, восстановление организма. Поверьте мне, это необходимо. Особенно жителям больших мегаполисов. Поэтому вот тренировки различные, вот как раз фотография специально включила, все это у нас проводится. Здесь же в заливе есть большой клуб серфинга. Серфинг для детей и для взрослых. Детские маленькие досочки, большие доски для взрослых. Тренеры есть, серфингисты. Этим всем можно заняться. Клуб дайвинга. Здесь также в заливе все рядом, в пределах пешей досягаемости. Ну, а в отелях и в Алхамбре белье есть, можно арендовать велосипеды покататься и различный другой инвентарь. Кстати, пару слов к белью еще, что не сказала, есть детская комната. Что это такое? Это детская игровая комната с педагогом. То есть специально какие-то клубы для детей нету, но если родителям нужно уйти в город на часок, на два, на три, или они на экскурсию на какие-то уехали, ребенка можно оставить, ребенок будет под присмотром с педагогом. Там масса игр различных. И педагоги занимаются, если нужно, развлечь ребенка, делают какие-то поделки и так далее, и так далее. Игры прям, там шагу нельзя ступить, все забито играми. Поверьте мне, ребенка займут так, что он не захочет уходить в эту комнату. Но это вот именно на несколько часов. И сейчас мы переходим к нашим объектам. Вопросов никто не пишет. Значит, вопросов, я так понимаю, нет. Вы, если есть, я говорю, задавайте, я сразу отвечу, не держите в себе, что называется. Потому что, скорее всего, все равно что-то непонятное, есть какие-то индивидуальные вопросы. Сейчас мы перейдем к объектам, к нашим виллам. Говорю вам с полной ответственности, таких объектов в Хорватии больше нет. С полной ответственностью. Вы знаете, что виллы предлагают в Хорватии. Чаще всего это просто дом разного уровня, с разным количеством спальни, дом на море. Может быть, будет приходить убираться уборщица. Но с такой инфраструктурой, с таким обслуживанием, такого типа вилл в Хорватии больше нет. Это я вам говорю точно. И первая вилла, с которой мы познакомимся. Этот продукт очень интересен. Я вам сказала, мы сегодня только по лакшери. Это, я бы сказала, выше, чем лакшери. Сейчас объясню, почему. Вилла Гортезия. Вилла 1912 года постройки. Это вилла. Вот так она выглядит. Трехэтажная вилла. Тут выглядит как четырехэтажная, но у хорватов первый этаж, это приземли. Так вот, сопольный этаж, да? Приземли называется. И три этажа. Значит, у нас вилла не маленькие. Когда видят, что Лошинь, Хотель, Сэндвилла, мне очень много агентов звонят. Нам нужно две спальни, нам нужно три спальни. Значит, сразу скажу, у нас вилла самая маленькая, пять спален, самая большая, десять спален. Это отдельные дачи, дома, которые в свое время себе строили австрийцы, как я уже сказала, да? И которые сейчас реконструируются в лакшери-лакшери-топ. С бассейнами, со своими садами, с частными пляжами и с полным обслуживанием. Значит, сейчас по Гортезии я скажу подробно-подробно про обслуживание и так далее. Дальше, понимаете, все виллы одинаковые типы, то есть все вот это включено, то, что и в Гортезии. Единственное, что все виллы совершенно разного стиля. И поверьте мне, вот когда идешь с рекламной группой, там вот у тебя там 10 человек, вот всем нравится разное. Каждому свое. Не угадаешь, кому что-то называть. И вам, я думаю, что из всех вилл какая-то одна западет в душу 100%. Значит, смотрите, вилла Гортезия. Здесь больше всего спален. Значит, здесь 9 сьютов и один делюкс номер. Делюкс, он огромный тоже, с ванной комнатой совсем, но он находится на первом этаже. В расчете, что здесь будет жить обслуживающий как бы персонал, который гости привозят с собой. Чаще всего кого привозят? Нянечки, педагоги для деток. Был у нас человек, который привез с собой секьюрити, жили два человека на первом этаже. А также был такой человек, который привез с собой собаку с тренером. Вообще у нас с собаками нельзя. Но тут к собаке был представлен специальный человек, который занимался только ей. Соответственно, ну, варианты разные совершенно. Это как бы вот на первом этаже и так далее. А гости жили все как бы на верхних этажах. Вы видите сад вокруг, бассейн с гидромассажем, с морской водой, с полным обслуживанием, естественно. Ну, как мне рассказывают батлеры, которые общаются с гостями непосредственно 24 часа в сутки. На бассейне гости первые два дня. Поплескаются все. Потом они все время, все время на море. Значит, что включено? Включен весь персонал. Значит, включен на секьюрити, естественно, горничные, батлер собственный. Включен собственный повар. Повар, который готовят только для этой семьи. На биле профессиональная кухня. Включены все продукты, напитки. Гости заполняют рейдер, что они любят, и приезжают как домой. Не включено единственное, что алкоголь. Не включен алкоголь. Что актуально для наших гостей, да, особенно из России. Вот. Соответственно, как я уже сказала, 9 сьютов и один делюкс номер. Эту виллу я бы характеризовала так, она такого отельного типа. Она вся в едином стиле, полностью реконструирована в едином стиле. Сейчас мы посмотрим дизайн. Ну, вот смотрите, один сьют вот такой вот. Потрясающий совершенно вид на море. И, как я уже сказала, в исторических зданиях нельзя двигать стены, поэтому все, все комнаты разные. Ванна. Вот это мансардный этаж. Вы видите, какой сьют с кроватью. Вот здесь даже ванна у нас есть. Единственный минус мансардного этажа. Я обожаю мансардные этажи. Но тут единственный минус, если можно назвать минусом, то, что окошечки небольшие и нету террасы. Потому что это под крышей этаж. Но мне как раз и нравится, когда скошена крыша, когда такое вот неординарное что-то. Вот такого варианта спальня. Такого варианта ванна еще одна. Вот другой сьют. Они все-все в едином вот таком стиле. Это гостиная. Ее можно переделать для комнаты, для переговоров. Как я уже сказала, не сказала единственное. 10 как бы спален. Максимальное количество 20 человек в этой вилле может проживать. Но у меня конкретно, когда гости едут, минимальное количество, которое здесь было 6 человек, максимальное 12. Единственное, что не надо забывать, что у всех этих гостей есть родственники, друзья и так далее. Многие живут в Европе, в Америке, в Австралии. И вот гости селятся. Обычно гости сюда прилетают. Минимум это 2 недели. А вообще обычно 3-4 недели, когда приезжают, снимают такую виллу. И к ним начинают приезжать другие гости, потому что, в общем, это все уже включено. То есть доплачивать не надо. До 20 человек, пожалуйста, приезжайте, живите. Дом. Вот эта гостиная с другой стороны. Сад вокруг. Очень приятно. Это столовая как раз. Это где гости питаются. Прекрасная совершенно терраса. Здесь есть и гриль, и все. Посуда тотчайшая, костяная. Из платины, сделанной на посуде. Лого. Виллы очень красивые. В общем, потрясающе. Вот так внутри выглядит столовая. Огромное количество сортов чая. Профессиональная кухня. Повар готовит любое пожелание гостей, что они захотят. У нас были разные гости. Кто-то там не ест фрукты. Кто-то лосось только слабо соленый. У кого-то там яйца только перепелиные. Это все, я говорю, они как дома. Любое пожелание гостей. Естественно, заранее мы просим заполнить рейдер по этому поводу. Ну вот как раз сидят на террасе. Виллы завтракают. В цокольном этаже есть сауны, есть гидромассажный вот здесь бассейн. Есть лед, да. Есть отдельная комната с тренажерами. Это вилла. Я уже вам показывала. Она расположена рядом с отелем Бельвью. Прямо рядышком. Вот. И в принципе гости могут ходить и к тренеру, и к массажистам, и все в спа Бельвью. Нет. Они предпочитают, чтобы массажисты, тренеры все приходили к ним. Не вопрос. У нас есть специальные люди, которые, и массажисты, которые очень хорошо подходят нашим гостям, потому что наши гости любят больше спортивный массаж. В Европе он называется спортивным. Наши гости любят тренировки. Ну, в общем, короче, все как бы для гостей и для их комфорта. Мы поменяем там и массажиста, если вдруг видим, что немножко там не подходит. Ну, знаете-ка, гости, как у тебя сегодня прошел массаж? Да, нормально. Завтра ставим другую. Как прошел массаж? Я заказала еще мужу, заказала ребенку. Вот заказала. И массажист 6 часов, там 5 только в этой вилле работает практически целый день, потому что что подошел? Сошлись звезды, что называется, и биоволны. Терапевта и гостя, и клиента. Ну, и, конечно, говорю, на свежем воздухе это совершенно очаровательно и потрясающе. Вот такой бассейн, как я вам говорила. И вот здесь вот пляж уже, видите, море, да? Вот оно. Все рядышком. Это наши бравые батлеры. Все батлеры у нас обязательно имеют сертификаты, золотой ключ, и заканчивали Академию батлеров или в Швейцарии, или в Германии. Красавцы. А задача батлера что? Чтобы гость был в восторге, доволен, и чтобы он вернулся в следующий раз именно сюда. Это задача батлера. И они ее выполняют, поверьте мне, ни один гость еще, который у нас побывал, не было такого, чтобы не возвращался. Они могут через год, но они обязательно возвращаются. Это вот как раз накрыт стол. У нас бывают юбилеи, бывают дни рождения, бывают юбилеи свадьбы. Обязательно могут покрыться на пляже с красивыми там и тортами, шарами, и что только у нас не было. Все было. Угости фантазия богатая. Мы можем сделать программу. И обслуживают прямо на пляже. Это как раз пляж Виллагортензии. Пляж Большущий. Здесь можно поставить и шатры, и шезлонги, и так далее, и так далее, и так далее. Вот она, Виллагортензия вечерком. А вот тут, видите, да, это Бельвью. Вот он прям буквально рядышком все находится. Вопросы по виллам есть какие-то специфические? Нету. Дальше. Следующая вилла называется Вилла Нерасоль, 902 года постройки. Значит, вилла гораздо больше по площади. Спалин в ней всего 8. Но если охарактеризовать, я говорю, что это дом. Вот такой дом на море. Иногда прибавляю музей. Потому что вилла красоты необыкновенные. 8 спалин. Смотрите, какой. Вот это вилла Мерасоль. Это ее сад с бассейном, естественно, тоже. 8 спалин, как я уже сказала. Вот очаровательно как смотрится. Большущий сад. Вот это выход прям на море из этой виллы. Здесь гости могут отдыхать. Здесь еще есть джакузи, потом на фотографии увидим. Сад потрясающий совершенно. И вот интерьеры виллы Мерасоль. Все это мрамор. Вот эти все украшения вазы, черепашки. Это все историческое, адекватное. Мурана. Мурана. Очень красивые вещи. Вот так выглядит гостиная. Столовая. Гостиная переходит в столовую. Здесь у нас кухня большая с барной стойкой. Тоже профессионально. Все то же самое. Личный батлер, повар, охрана, частный пляж и так далее. Все это здесь есть. Это спальня вот с таким вот прям на море, да, где он находится. Терраса одна из террас. Ванная комната большущая. Ну вот террасы. Террасы. Террас здесь несколько в этой вилле, а его можно оформить по-разному. Кто-то говорит, поставьте шатры с диванами. У меня детки будут спать здесь, да, днем на террасе, на воздухе. Кто-то любит, чтобы на пляже дети спать. Тут любой каприз гостей, это мы все делаем, делаем как им нравится. На вилле есть библиотека, кинозал на 12 мест с полным обслуживанием. Здесь бар, все, если хотят что-то посмотреть, пожалуйста. Пляж с полным обслуживанием, также для гостей виллы. Вот как раз обслуживание на пляже идет. Терраса, где гости обожают тоже проводить вечера. На этой террасе огромный гриль, вот он с этой стороны. Здесь можно пати вообще для большого количества гостей устраивать, не вопрос. И вот еще одно оформление верхней террасы с второго этажа. Вот в таком стиле, пожалуйста. Отдельный домик с тренажерными залами, с саунами. Значит, здесь как раз пока фотографий нету, здесь стоят тренажеры. Еще несколько очень хороших тоже кардиотренажеров поставили. Поэтому гости вилла расположены ближе к отелю Алхамбра. Гости могут ходить, заниматься тренажерный зал, бассейн, бутик отеля Алхамбра. Но они опять же предпочитают как бы, да, вот такой камерный отдых, чтобы не со всеми другими гостями, но кому-то нравится так. Вот как раз джакузи в саду, да, со стороны моря и выход на пляж с виллой Миросоль. Вилла Миросоль, восемь спален, вот выглядит вот так, потрясающе совершенно вилла. Следующая вилла, которая открылась в прошлом году, отреконструировала в прошлом году, называется Кэпитанс вилла Руш. Вилла Руш, Руш по-французски это красный, да, у нее такой коралловый цвет, очень красивая вилла, и в отличие от двух предыдущих вилл, она немножко, как сказать, изолирована, так она прям в сосновом лесу. Посмотрите, как она немножко утоплена, до пляжа буквально 20 метров, недалеко, но у нее огромный тоже сад, огромная территория, вот с таким вот английским газоном, да. Это прекрасная вилла, на вилле семь спален. Вся вилла оформлена, как сказать, капитанс, да, капитаны, соответственно, очень много морской тематики. Есть и рынды, есть светильники с кораблей со старинных, есть компас старинный, есть штурвалы старинные, вот обязательно какая-то деталь везде на этой вилле присутствует. На вилле три этажа, на первом этаже три спальни, на втором две спальни, и на третьем еще две спальни. На каждом этаже своя кухня отдельная, на всякий случай, сделана. И сейчас посмотрите, сейчас мы зайдем и посмотрим. А это мы в саду, здесь большущий бассейн, гидромассажный бассейн, кому нужно. И это единственный бассейн с пресной водой, с пресной водой. Остальные все бассейны у нас с морской. На вилле постарались сохранить все детали, когда была открыто построена. Смотрите, это при входе вот такая мозаика, герб семьи, который владел этой виллой, которую строил. Внутри вот такая инкрустация на полах. Ее восстановили и новую сделали как бы по старым эскизам в гостиных и на кухнях, где она была утрачена. Очень красиво, это все натуральные камни. Ну вот еще раз терраса вот такая деревянная сделана, да, из дерева на улице. Это у бассейна. И вот посмотрите, здесь тоже пол. Как раз дерево, дерево, камень, да, инкрустирован, камень, очень красиво. Люстра, вся вилла – это люстры старинные мурана. Безумной красоты, антикварные во всех комнатах, во всех ванных комнатах. И во всех ванных комнатах стены – это оникс. Здесь уже оникс зеленый, синий. Все очень-очень разные ванны и спальни, но безумно красивые. Вот такая одна из спален. Огромные толщины матраса. Я таких матрасов в жизни никогда не видела. Можно сделать твин, можно скрепить и сделать дам. Там специально есть такая, типа подушки, которая, чтобы никуда никто не проваливался, когда меняют кровать. В общем, все заточено для отдыха. Ну, вы видите, мураны и светильники, и эта люстра. Очень красивая вилла. Вот это синяя ванная комната, синий оникс. Это еще одна спальня. Вот здесь вот как раз показано, да, твин кровати разделили. Тоже все мураны, видите, люстры все мураны. Очень красиво. Еще одна ванная. И это мой любимый мансардный этаж. Кстати, этот этаж выполнен в желтом цвете. Видите, вся мебель желтая. Кухня желтая там вдали, очень симпатичная. Здесь камин розовый, оникс из розового оникса, красоты неземной. В общем, если будет возможность, приезжайте к нам, посмотрите. Ну, естественно, люстра мураны потрясающая красота. Это терраса на втором этаже, тоже с мурановской люстрой. С вот такими стучками. Мне напоминают чеховскую террасу, всегда говорю. И немножко дешево выглядят стулья, на мой взгляд. Но опять же, это мой взгляд, когда я сказала, что, ребята, ну что ж такие стулья-то какие-то. Мне сказали, что они стоят безумных денег. Это дизайнерские итальянские стулья. Ну, сами понимаете. Патио. Патио во дворе огромное. На 20 человек стол деревянный. Гриль вот здесь, где можно целого. Там барашка, поросенка. И профессиональная кухня, где повар готовит для гостей. Вот это внутри дома. Это второй этаж, красная кухня. На каждом этаже, на одном этаже оранжевая кухня, на другом красная. На третьем мы с вами посмотрели желтая. Ну, вот это на втором этаже, на красной кухне, наш лучший повар готовит для гостей обед. И вот так вот в саду накрывают. Ну, как батлеры говорят, гости постоянно на улице. То есть, а в вилле они только спят, да? А так или вот в этом патио, или на бассейне, или есть терраса с шезлонгами, с такими людьми. Или на море. Все время, естественно, люди приезжают на море и на воздух. Понятно. Ну, и вот так это выглядит вечером. Вон море, видно, да? Это все рядышком. А вот здесь, недалеку бутик отеля Алхабра, его тоже через парк проглядывают. Все рядом. Ну, вот так, с подсветочкой. Все чудесно, красиво. И следующая вилла, которая совершенно-совершенно новая. Она у нас называется вилла ИДЖЕЯ. Она у нас вошла в строй буквально пару недель назад. Открылась к продажам. На этой вилле пять спален. Она совершенно в другом стиле. Совершенно в другом стиле. Так, с собаками всегда нельзя. Значит, смотрите. С собаками у нас ни в четверке, ни в пятерке, ни на вилле нельзя. Но в отеле по собственному распоряжению директора, если вы зашлете, но для этого нужно прислать запрос. И нужно прислать фотографию собаки, ее вес. По личному распоряжению директора отелей, и мы про пятизвездочное говорим, чаще всего разрешает. Но собака не должна превышать 10 килограмм. И запрещено с собакой ходить в общественные помещения, такие как ресторан, такие как спа, понимаете, такие как бассейн и так далее. То есть если вот она, я не знаю, где живет. И, естественно, она за дополнительную плату. Что касается вилл, тоже по запросу теоретически можно. Сильно зависит от собаки, это раз. И второе, вы должны понимать, что если собака сгрызла диван за 4 тысячи евро, то гостям это придется оплатить. Это как бы нужно до них донести. Но такие гости обычно. Ну, сгрызла, сгрызла, что же я делаю. Итак, вилла Хиджея. Пять спаленс. Одна из самых маленьких вилл. И она такого, я бы сказала, больше средиземноморского стиля. Что-то похоже, может быть, даже на Грецию, на Испанию. Выглядит вот так. Это вход с другой стороны, на той стороне моря. Тоже со своим садом. Единственное, у этой виллы нет бассейна. Нет бассейна. Вот такой дизайн. Это гостиная. Все это индивидуально по каждый предмет покупалось. Дизайнером разрабатывалось. Терраса, пожалуйста, смотрите. Но у нас на всех виллах все подушечки, детали. Все там, если на Миросоль, то М. Видите, здесь вилла Хиджея, буква Х. Лого виллы, обязательные на посуде и везде. Это как бы лакшери уровень. Вот тоже вид с кухни, с кухни в гостиную. Это мансардный этаж. Такая легкая она, ну, одна из спален. Еще одна спальня хозяйская. Это ванная комната с джакузи основного хозяина. Вот такие, где-то марокканские даже, может, мотивы какие-то есть. Сад. Море, видите, рядом. Терраса вот такая вот. Это детская комната. То есть, ну, здесь большая кроватью, но оформлена немножечко, как для ребенка. Это гостевая комната тоже вот такая большая. Опять же, гостиная с другого ракурса. А это кухня. Смотрите, как интересно. Стол мраморный. Плита сделана, чтобы гости сидели и наблюдали за шоу-кукинг. За готовкой. Повар может рассказывать, что он готовит, как он готовит. Но это для гостей, которым это нравится. Если не нравится, накрыть могут в саду и так далее. Но я вам честно скажу, летом очень мало гостей кушают внутри. Редко. Редко. И в основном всегда на открытом воздухе. И я еще одну вам вещь скажу. Сейчас я, извините, про прощелкаю. Забыла вам показать. В начало. Вот если посмотрите на эту виллу, видите, вот здесь вот с правой стороны открытое патио. Открытое. То есть у них есть сад с той стороны, с патио в саду. Есть патио вот такой на этаже, открытое, если хочешь. И, естественно, кухня. То есть полно мест. Также можно и на пляже сделать ужин. Так, это пролистаем. Извините. Где мы с вами находились? Да, мы с вами находились на кухне. Кухонька была. Вот она, да. Но, говорю, это редко, когда летом гости внутри кушают. Обычно это всегда на свежем воздухе. И пляж этой виллы тоже отдельный пляж для гостей этой виллы. У всех вилл свои частные пляжи, как я уже сказала, и это включено. На пляжах тоже полное обслуживание. И обычно, значит, включен завтрак и ужин, или завтрак и обед, как гости выберут, с личным поваром. Все продукты, все напитки, кроме алкоголя. Кроме алкоголя. Если гости хотят еще дополнительно что-то есть, да. Ну, обычно там всегда какие-то еще повар-сэндвичи готовят, еще что-то. Ну, если гости хотят там полноценный обед или еще, это немножко дополнительно надо доплатить. Это правило все. Вопросы какие-то есть? Вопросов нет. Гости обычно приезжают у нас, я говорю, есть гости, которые целыми семьями приезжают, есть гости, которые с друзьями приезжают. Разные варианты. Чаще всего прилетают своими самолетами. Или, например, приезжает бизнесмен с семьей, и потом мы его с Лошиня возим. У нас были такие гости, которые с Лошиней ездят потом на переговоры в Италию, в Испанию, в Грецию, на встречу к бизнес-партнерам. Или второй вариант. Мы привозим бизнес-партнеров прямо к нему на вилу. Если ему это нравится, приезжают на переговоры тоже. И потом их тяжело выгнать семье. Потому что народу нравится. Поверьте мне, здесь гости в полной восторге. Я говорю, они приезжают как на дачу, они обожают своих батлеров, влюбляются. Потому что батлер, говорю, он для того и существует, чтобы удовлетворять все пожелания гостей, все запросы, сразу откликаться на какие-то просьбы, все организовывать, если вдруг нужен праздник или там, не знаю, какое-то путешествие. У нас были гости, которые ходили, брали корабли на Тунца, Тунец, миграция во второй половине сентября у нас происходит. Ловили, специально делали им корабль, именно рыбацкая шхуна. Мужская часть семьи ходила, ловила Тунца. У нас были гости, которые обожали панорамные полеты на самолетах. Они пару-тройку раз пока были, летали то на Истрию, посмотреть обзорную, сделать, летали на остров Кык. Но разные-разные варианты. Я говорю, так как у нас масса подразделений, и мы, и транспорт, и гиды, у нас потрясающе. Лучшие два гида русскоязычных в регионе – это наши гиды. Мы всегда их можем сделать, и обычно гости остаются в восторге, и потом дружат с этими гидами. Вот, и любую группу, любой вариант. Кулинарные туры у нас очень хорошо идут, кулинарные предложения и для индивидуалов, и для групп. Любую программу мы можем сделать, потому что у нас рядом остров, где производится оливковое масло. Тоже рядом остров, где производится вино Белое, Жлахтино, на острове Кыр, где большие подвалы с этим вином. Исторических мест очень много, экскурсионных. У нас рядом остров Пак, где сыроварня, пашский сыр твердый, как пармиджан, на производство тоже. Ну, это я по кулинарному туру говорю, да. Ну, и, естественно, куча своих ресторанов, да. Наши рестораны и высокой кухни, и японские, и таверны разные, и гриль рыбный, и гриль мясная. Там повара проводят мастер-классы для наших гостей, которые приехали на кулинарный тур. И мастер-классы, и кормят их ужинами, и рассказывают, что добавляют, какие рецепты обсуждают и так далее, и так далее. То есть здесь варианты любые, и все можем сделать. Ну, тут как раз вот панорама красивой яхты. Это как раз наша одна из экскурсионных быстрых лодок, да, и трансферы мы ей можем делать. И видите на заднем плане, что у нас вилла Гортензия, и здесь ее большущий пляж, это она. И тут вот затесался этот, на доске, да, плавает. Как раз я говорила, клуб, они там все время плавают. Это наша тоже большая лодка, до 12 человек экскурсионная, трансферная. Это называется Гуменяк, потому что резиновая, да. Кто любит быстро и так на легкой лодке, не боится гостя на этом путешествовать, не вопрос. Значит, это вот как раз тоже эти парусные на досках катаются. И посмотрите, вот здесь залив Чикот. Буквально 7 минут пешочком в лесу расположен наш же аквапарк. Аквапарк, конечно, он не такой большой, не такой, как в Турции, но здесь два больших аквагана, различные горки, плавательные всякие технические тут увеселения, противоволна и так далее, и так далее. Большой просто плавательный бассейн, кафе, два ресторана. Здесь гости могут провести целый день с детишками. Он за дополнительную плату, но для гостей наших отелей это дешевле, чем для людей из города или для туристов, которые живут не у нас в частном селе. Но здесь таких не сильно много. И что еще должна вам сказать? Я вам показала, где находятся пятизвездочные отели, да, вот здесь в заливе видно. 7 минут пешком или 3 минуты у нас по дорожке ходит паровозик, знаете, такой детский открытый паровозик. Он доходит до аквапарка и дальше по дороге идет, объезжает отель Бельвью с виллами, потом бутик-отель Алхамбра, потом он проезжает мимо четырех звездочных отелей и потом спускается к городу, высаживает всех там, забирает новых. И опять идет вдоль всего этого до аквапарка. Он так курсирует целый-целый день. Это вот аквапарк. Для гостей, которые живут в отелях, но особенно которые в виллах, гости, которые приехали с детьми, а практически все, естественно, приезжают с детишками, и с маленькими, и с большими, возможно сделать любой вариант. Есть индивидуальные тренеры по плаванию, есть школа плавания. Ну, в виллах у нас заказывали, что было? Учителя английского языка, немецкого языка, итальянского языка, пожалуйста. Учитель художественное, как сказать, рисование, лепки и вот это вот, да, в школе у нас называется учитель рисования, ходил, занимался через день. Ребенок был в восторге, в общем, влюбился в этого педагога. Мы смастерили все, они какие-то подарки для родителей, рисовали очень красиво. Потом что у нас еще? Скутеры, бадминтон, велосипеды, ролики на виллах. Я говорю, на виллах это все можно сделать. В отель тоже можно это запросить, при наличии свободных это все в аренду дадут. Ну вот, опять же, да, спортивные какие-то вещи, дыхательные. Это вот я говорила про террасы для йогов, да, специальные площадки для йогов, с деревянным покрытием. Ну, они для разных, как бы, те же самые дыхательные школы, да, и реабилитационные, они у нас тоже занимаются вот на этих площадках, и индивидуальные, и групповые занятия. Плюс у нас есть тренажеры на открытом воздухе, можно позаниматься. И вот здесь как раз фотографии наших разных ресторанов. Ресторан Чигали, рыбный гриль и ресторан, находится в трех минутах от отеля Белью. Это этот же залив, это залив Чикот, вот он. Если смотреть с моря, с левой стороны, вот, в стороне ресторан Чигали. Большая терраса, открытая кухня, открытый гриль, гости могут наблюдать, как повар готовит. Очень симпатичный у нас повар, готовит потрясающе. Вот, рыбный какой здесь, так, не буду говорить, а то, кто не пообедал, сейчас случится непоправимое. Вкусно, безумно вкусно, советую. Дальше у нас ресторан Диана, это мясной ресторан, разные сорта мяса, видите, здесь разные варианты. Ну вот он, ресторан Диана, а вон Белью, видите, уже виден. Это вообще еще ближе к Белью находится. Вот он, мясной ресторан. Дальше ресторан Лантерда, он находится, если смотреть с морем, на Белью и на все отели, правой стороны на полуостровном мысу. В этом ресторане мы всегда рекомендуем вечером забронировать столик и провожать солнце. Закаты наблюдать здесь фантастически. Рыбный гриль, ресторан, прямо на открытом воздухе. Тут нет укрытого помещения, открытая терраса, работает только в сезон. Вот, поэтому надо ухватить лето. Всегда можно забронировать это все на рецепции отеля. Все вам сделают быстро, это наш ресторан. Ресторан Сильвер Бэй, ресторан итальянской кухни. От нашего Чикатой Ти минут, наверное, 20, да, прогуляться надо, он в другом, в следующем заливе находится. Ресторан Вели Жаль. Этот ресторан находится рядом с четырехзвездочными отелями. Вот пляж, дальше идет полуостров и в следующем заливе пятизвездочные отели. Если по полуострову гуляючи идти минут 35, спокойно, пешочком дойдете до этого ресторана. Если прямо поперек, да, пересечь этот полуостров, минут 15. Здесь что? Здесь этот ресторан, большая терраса, два зала внутри. Ресторан специализируется на вертеле. Значит, барашек на вертеле, хрюша на вертеле. Безумно вкусно. Тоже очень советую посетить, если будете у нас на лошади. Ресторан Наш Борик. Я вам говорила, что есть такие пляжи, вот такие каменные террасы природные, которые уходят в море. Этот ресторан славится своими коктейлями. Коктейлями алкогольными, безалкогольными. Обычно вечером здесь вот на пляже набрасывают подушки, ставят свечки, и народ, молодежь тусуется под музыку. Но здесь можно и пообедать прийти. Он так, знаете, как белый теплоход похож, белый такой ресторан пляжный. Тоже внутреннего зала нет. Вот с этой стороны, как такая палуба и вот эти террасы. С другой стороны под соснами столики, два таких уровня. Все открытое, все на воздухе. Очень классно. У нас рядом с островом живет колония дельфинов. 200 особей дельфинов живет у нас на Абриатике рядом с нами. Есть центр в Велом Лошади в городе у нас есть центр по изучению дельфинов. Это не дельфинарий, а именно центр по изучению дельфинов. Пути миграции, количество особей, что кушают, как растут, они их чипируют и так далее, и так далее. И не в сезон, когда приезжаешь. Мы иногда плаваем с рекламными группами на лодке, и дельфины нас сопровождают. Но их, к сожалению, уплывают они вглубь сезона, в другие места, потому что, когда начинается лето, очень много моторных лодок, яхт, а дельфины не любят шум. Соответственно, там пути, где шум, они уплывают подальше, чтобы их не беспокоить. Но это вот одна из наших экскурсионных яхт, называется Катриона. До 8 человек, иногда 12 помещается, если просто на один день там доплыть, где-то покупаться, потом заехать на островах в рыбный ресторан покушать и вернуться. Пожалуйста, это все можно сделать искусственно. Ну и панорама нашего малого лошади города, большая набережная, яхты здесь стоят, бары, рестораны, магазинчики, рынки очень симпатичные. Это все погулять и посмотреть, как живут местные, чем дышат. Ну и на этом все. Вопросов, я смотрю, нет. Что-то еще нужно рассказать, я не знаю. Но если будут вопросы, пожалуйста, присылайте Полине. Все контакты есть. Если будут какие-то вопросы и нужна информация по отелям, по виллам, это все тоже в ПАК-группе. Пожалуйста, я благодарю наших коллег из ПАК-группе за предоставленную возможность. Очень рада, что удалось с вами пообщаться. И даже в такое непростое время, поверьте мне, гости, которые любят Хорватию любыми путями, но обязательно доезжают и обязательно возвращаются, приходят к вам как лучшие друзья. И вам радостно, и нам радостно, потому что это наша работа, и это, что называется, наша жизнь, так скажем. Большое спасибо еще раз. Ждем ваших гостей у нас на нашем чудесном острове в Хорватии. Надеюсь, что на следующий год легче будет и добраться, и что касается ВИЗ, и что касается перелетов, и верим в лучшее. А всю информацию по объектам размещения, по возможностям, я думаю, в скором времени, через пару дней уже будет вывешено на сайте ПАК-группе. Сейчас подготовки идет, потому что меняем и на новое описание переделываем. Сейчас это вот в процессе, все последние новости, и все будет правильно выложено с картинками, с информацией на сайте компании ПАК-групп. Спасибо, друзья. Хороших... Спасибо. Хороших знакомых и чудесных гостей. Спасибо. Дорогие коллеги, подошли к концу нашей европейской недели. У нас с вами был завершающий вебинар. Поэтому желаю вам отличного сезона, побольше туристов, побольше бронирований. Ждем ваши бронирования, ждем ваши вопросы. Пожалуйста, обращайтесь. Я забыла вначале представиться. Я представилась вчера, сегодня вот забыла. Представлюсь еще раз. Меня зовут Полина Маркев, и я занимаюсь направлением Хорватия. Желаю всем отличного дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok